Скажите, возвращаясь все-таки к мнению озвученного, по сути, это же не частное мнение руководителя аппарата, генерального секретаря. Он говорит от имени всего института, от имени всей организации, от имени всего альянса. И если все-таки эта сделка возможна, означает ли это, что эта сделка возможна, потому что украинское общество оказало сопротивление, украинская армия оказала сопротивление, и не вся Украина все-таки Путину достанется? И по вашему мнению, станет ли следующая необходимая помощь, военная помощь, которая должна была быть предоставлена Украине, тоже разменной монетой? Ну, условно говоря, все-таки территория в обмен на мир или территория в обмен на продолжение военной помощи. Насколько это возможно и какие последствия могут быть на самом деле, опять же, у кандидата на пост президента, а пока еще президента Байбена, в связи с такой риторикой по отношению к Украине? Ну, поставки вооружения – это все-таки часть большой проблемы, которая называется безопасность Украины. Безопасность Украины, которую необходимо обеспечивать не только поставками, но и закрытием неба над Украиной, предоставлением, может быть, в небольшом объеме следующего уровня вооружений, высокоточного оружия, снятия ограничений по дистанциям, скажем, того вооружения, которое предоставляется. Ну, многие вопросы. Вы знаете, в свое время я с осторожностью произносил экспертное заключение, которое вызвало, ну, некоторую сенсацию даже, насколько я понимаю, в Украине, когда я сказал, что цели, которые поставил перед собой Зеленский, выход на границы 91-го, недостижимы. Они недостижимы, даже недостижимы цели выход на границы начала войны. И, честно вам скажу, я опасался обвинений в том, что я, ну, на стороне Путина, что ли, когда я говорил о том, что Украина платит слишком большую цену за защиту Европы, слишком большую цену своими жизнями своих героев. Но это тоже так, это правильно, ну, нельзя биться, бороться, как сказал Зеленский, может быть, в эмоциональном порыве, но он сказал, что до последнего украинца. Но это неправильно. Его выбирали украинцы, и жертвовать ими вот так просто, понимаете, ну, нельзя. Нужно сохранять народ. И мирное соглашение, приостановка конфликта или даже замораживание конфликта, на котором настаивали американцы, ну, это все-таки, ну, какой-то выход из положения, выход из вот этой страшной мясорубки, в которой перемалывается народ Украины. Субтитры создавал DimaTorzok